Артур Петросян со спортом знаком не понаслышке. Мужчина давно занимается бегом, потому что это тот вид спорта, который помогает держать в тонусе все тело. Чтобы отслеживать свои спортивные успехи, регулярно приходит сдавать нормативы комплекса ГТО. Вот и в этот раз решил проверить себя не только в беговых дисциплинах, которые давно сдает на золото, но и силовых. Сдать все необходимые нормативы в одном месте – такую возможность получили участники весеннего фестиваля ГТО. Почти 200 человек зарегистрировались на сайте комплекса, внесли свои данные и заявились на спортивный праздник. Сдавали самарцы как длинные, так и короткие беговые дистанции, а также весь силовой блок. Наклоны, пресс, отжимания, подтягивания и прыжок в длину. Представлены и виды на точность. Для взрослых был предусмотрен электронный тир, а для малышей – сектор метания мячей. Мое мнение, что не надо бы себя взять спортсменом. Обыкновенный человек, который просто занимается спортом, совершенно спокойно из нас готов. Комплекс ГТО с тех пор, как его снова стали принимать в 2015 году, стал неотъемлемой частью всех массовых спортивных праздников. Также нормативы можно сдавать в специализированном центре круглый год, летом – в парке Гагарина. А еще на подобных городских фестивалях, которые теперь будут проводиться каждый месяц. Более 165 тысяч жителей Самары уже проходили тестирование. Более 10 тысяч получили знаки отличия. Неотъемлемое мероприятие нашего календарного плана и хороший показатель того, чтобы каждый житель нашего города мог оценить свою физическую подготовку, мог проверить себя. Ну и это хороший стимул для того, чтобы заниматься физической культурой и спортом, расти дальше, совершенствоваться. А перед сдачей нормативов для мотивации участников провели церемонию награждения знаками отличия ГТО тех, кто до этого показал результаты на золото, серебро и бронзу. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События. Субтитры создавал DimaTorzok